С нами на связи Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий вооруженных сил Украины. Иван, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Добрый вечер, слава Украине! Героям слава. Иван Григорьевич, я знаете, вот даже не по ситуации, скажем так, на фронте непосредственно, поскольку мы все видим официальные сводки генерального штаба Украины, представителей разных групп войск и так далее, и так далее. А вот хотел бы вас спросить, вот все говорят о том, что сейчас, пока к нам не пришло западное вооружение, вот эта очередная помощь, эти пакеты, которые нам обещает Российская Федерация, российские оккупационные войска пытаются использовать, да, вот такое окно возможностей. Да, Иван Григорьевич, а вот как вы видите, в какие сроки вот это окно возможностей может как-то вложиться? Можем ли мы предположить, да, сколько вообще может продолжаться вот то наступление, те наступательные действия, которые мы сейчас видим на самых горячих направлениях? Да, мы понимаем, что враг имеет возможность уже с конца прошлого года, с октября, атаковать в условиях, когда украинская сторона находится в сложнейшем дефиците боеприпасов, вынуждена экономить, и, конечно же, вследствие этого мы понимаем, что эффективность обороны, она утрачивается, потому что, опять же, не по всем целям имеем возможность работать только по избирательной, а избирательной цели это означает, что противник может чувствовать себя достаточно спокойно во многих местах, где в другое время он бы чувствовал себя очень и очень неудобно. Это касается и доминирования, опять же, противника в воздухе. Они имеют возможность работать авиацией, кабами сейчас, в то же время, когда в Украине категорически не хватает систем противовоздушной обороны, в том числе полевых систем, находящихся в руках практически у бойцов таких, как «Стингер». Мы понимаем, что противник имеет возможность работать кабами по нашей линии обороны. Мы, в свою очередь, вынуждены отвечать лишь стрелковым огнем практически в этой ситуации, иногда, конечно же, доставая противника из-за того, что мы подтягиваем ближе к линии фронта нашей системы противовоздушной обороны, и тогда у нас падают три, а то и четыре самолета в один день, как мы видели несколько раз. Но, конечно же, это не систематическая работа. Мы с нетерпением ждем сейчас самолетов, мы с нетерпением ждем, когда обещаны Чехии, по чешской инициативе точнее, и боеприпасы, деньги на которые собраны многими членами Евросоюза, странами Европы сейчас, обещанные Европейским Союзом, 500 тысяч боеприпасов будут в какой-то более-менее понятном графике приходить в Украину. Мы понимаем, что в это время, когда мы с вами говорим, вот сейчас именно обещаны как раз чешские боеприпасы. 800 тысяч плюс 500 тысяч того, о чем говорит Европейский Союз, плюс американская помощь сейчас, этого достаточно будет для того, чтобы в несколько раз интенсифицировать нашу огневую поддержку наших позиций. Понятно, что в условиях оборонного боя это очень и очень серьезная помощь нашим бойцам. Поэтому с дня на день мы ожидаем, что будет чувствоваться возрастание количества боеприпасов, которые могут пользоваться наши бойцы, ну и, конечно же, самолеты. Самолеты – это то, о чем говорят наши партнеры, и вот сейчас мы видим очередные обещания относительно лета, и это, конечно же, не так воодушевляет, поскольку мы понимаем, что затягивается процесс передачи в Украине F-16. Мы бы хотели, чтобы те обещания, которые были даны на весну 2024 года, при том, что такие довольно жесткие обещания со стороны очень взрослых людей из Европейского Союза, руководителей стран, руководителей НАТО, чтобы эти обещания исполнялись, а не искали причины, почему нужно затянуть еще месяц или даже несколько месяцев вопрос с появлением неба над Украиной самолетов наших союзников F-16. Поэтому, конечно же, мы ожидаем в то же время сейчас бойцы, опять же, в условиях дефицита боеприпасов и техники, вынуждены осуществлять оборону, и, конечно же, это приводит к дополнительным нагрузкам и, к сожалению, к дополнительным активам. Иван Григорьевич, если ранее мы очень много говорили, потому что и такие поводы надавали западная пресса, в частности, говорили об информационной эскалации, я так этот термин использую, в отношении Харькова, и то, как могут действовать российские оккупанты по отношению к этому городу, то ныне также добавился город Сумы, ну и, соответственно, Сумская область. Как вы считаете, почему здесь Сумы и Сумская область тоже становятся фактически такими ньюзмейкерами для многих средств массовой информации? Понятное дело, приграничные населенные пункты Сумской области это понимание и реалистичности, и реализма ситуации у нас присутствует. Но все же, и плюс, да, ДРГ, которые периодически заходят там в количестве 10 людей, ранее там менее было, да, российских военных и так далее. Поэтому Сумская область тоже под риском. Но все же, почему так много сейчас разговоров, да, вот тут на днях, хотя тут тоже стоит опираться на проверенную информацию, что якобы там несколько батальонов чеченских подошло так же, да, именно к Сумской области и так далее. Как вы считаете, что происходит как раз вот на территории ближайших к городу Сумы и Сумской области? Не нужно забывать о том, что российские оккупанты преуспели в проведении информационно-психологических операций, в пропаганде, в обмане, в том, чтобы стараться обмануть, опять же, ввести в сомнения противника и создать какую-то параллельную другую реальность, чем та, которая может быть на самом деле. Понятно, что россияне готовят отвлекающие маневры, и понятно, что они очень заинтересованы, чтобы украинцы поддались на эти отвлекающие маневры на всем протяжении и украинской линии фронта, и, конечно же, прокси российского, это на линии между Украиной и Белоруссией, то есть на границе между Украиной и Белоруссией. Понятно, что россияне будут создавать информационные поводы, они будут использовать западные средства массовой информации и западных спикеров для того, чтобы подогревать эти ожидания и стараться отвлечь украинские силы обороны от участков основных ударов, которые они намечают по другим участкам фронта, конечно. Поэтому они очень рекламируют Харьков как город, в котором будет острие удара основного российского. Поэтому, конечно же, они заинтересованы в том, чтобы говорить о суммах сейчас, с тем, чтобы украинцы, опять же, концентрировались на севере. Возможно, о Чернигове, возможно, о Киеве. Поэтому это вполне возможно, что дальше они будут разогревать эту историю и отвлекать наши силы обороны. Понятно, что украинские силы обороны, опять же, не доверяя категорически, не доверяя словам, они смотрят на данные разведки, на то, что на самом деле происходит на границах наших, на том, происходит концентрация или не происходит сил и средств, живой силы, соответственно, техники. И только исходя из этого готовы будут украинские силы обороны, понятно, что готовятся к тем или иным сценариям. Понятно, что россиянам не удастся обмануть ни Украину, ни цивилизованный мир, хотя они будут все делать для этого, готовясь к каким-то активным действиям. Вот сейчас в конце весны, в начале лета. Понятно, что у них сейчас очень серьезный навес живой силы, они много собрали потенциальных смертников, и, конечно же, нам нужно их куда-то утилизировать, иначе они просто даром едят хлеб. Понятно, что на России сейчас не настолько там хорошая живая ситуация с деньгами, с ресурсами, и понятно, что их нужно быстро использовать. Поэтому, конечно же, они будут стараться сейчас рассказывать об атаках и обманывать, стараться обмануться, опять же, ввести в заблуждение противника, рассказывая об атаках, в том числе на суммы, как вы сейчас задаете вопрос, я думаю, основными линиями атаки, основными направлениями атаки российской наступления будет все-таки Донецкая область в районе, опять же, в часе в яркости Костянтиневку, Дружківку, Краматорске, и со стороны обивки в сторону Покровська. Смотрите, Иван Григорьевич, далее хотел бы с вами поговорить о том, как сейчас использовать, ну, в дальнейшем, да, как развивать историю с атаками беспилотников, которые мы наблюдаем, да, на временно оккупированной территории Украины, смотрим, что что-то долетает и на территорию Российской Федерации, и речь идет о законных для Украины объектов, хотя тут еще вопрос, что же там прилетает. Но давайте далее поговорим об этой истории. 500 дронов ежемесячно. Украина наращивает производство дальнобойных беспилотников. Они должны помочь ВСУ обойти ограничения на использование оружия, полученные от стран Запада для ударов по территории Российской Федерации. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Ранее другое издание, The Economist, писало о том, что сейчас около шести фирм в Украине изготавливают дроны дальности до трех тысяч километров. И если мы говорим именно о применении такого типа технологии, Иван Григорьевич, то, по вашему мнению, как в дальнейшем должна развиваться история с хлопками, которые наблюдаются и возгоранием на, ну, в частности, аэродромах, в частности, на разных предприятиях, занимающихся производством в военно-промышленном комплексе Российской Федерации? Ну, или же речь идет о тех же нефтеперерабатывающих заводах? Нет, на что российские террористы уже третий год бомбят Украину, не задумываясь особо над тем, каким именно является тот объект, который подлежит их атаке. То ли это гражданский объект, то ли это объект, это критическая инфраструктура, обслуживающая гражданское население и, прежде всего, действующих в его интересах. Ну, и в последнюю очередь мы видим очень незначительное количество попаданий в каком-то приближении к военным объектам или к тем объектам, которых с натяжкой можно назвать причетными, да, каким-то образом к военным объектам, да, вот относящимися. Поэтому Украина, конечно же, понимает, что вследствие того, что Россия является государством агрессора, исходя из международных норм и правил, мы имеем полное право атаковать все цели, которые помогают россиянам в их агрессии на территории России. Сейчас, как видим, этот радио около трех тысяч километров. Мы понимаем, что в эти объекты прежде всего, и мы видим, как Украина точно атакует именно аэродромы, базы, военные базы, базы энергетические, нефтебазы. Понятно, опять же, логистические объекты, связанные с обеспечением военно-промышленного комплекса, производства, на которых производятся оружие и боеприпасы российские, и, конечно же, те объекты нефтепромышленного, нефтегазопромышленного комплекса, которыми Россия обеспечивает свой бюджет. Мы понимаем, что около 40, даже более чем 40 процентов российского бюджета обеспечивается за счет нефтегазового комплекса. Поэтому это законные цели, поэтому Украина, и дальше наращивая производство таких беспилотников, будет уничтожать российскую военную базу, базу поддержки финансовой военной. Поэтому тут следует россиянам понимать, что ничего хорошего их государство-агрессор не ждет. И каждого из них, кто работает, опять же, на предприятиях, помогающих агрессору топтать украинскую землю, убивать украинских людей, тоже находятся под прицелом украинских спецслужб, украинских сил обороны и оружия возмездия этих сил обороны. Я думаю, и радиус, и ударная сила наших беспилотных систем будут лишь увеличиваться. Их возможность, конечно же, противостоять современным российским средствам противовоздушной обороны, в том числе радиоэлектронным средствам. Мы видим, как, несмотря на все усилия россиян, наши беспилотники достигают определенных целей и уничтожают, в том числе, основы российской сегодняшней военной милитаризированной экономики. И мы понимаем, что у россиян точно не будет спокойного времени. Сейчас от единиц мы перешли к десяткам и уже сотням этих беспилотников. И их точно будут тысячи каждый месяц отправляться, ища свои цели на территории России, на территории государства агрессора, государства окупанков. Иван Григорьевич, мы сегодня с вами говорили о том, что ныне может происходить. Очень много информации о том, что май будет очень сложно, и Кирилл Будан об этом говорил, и эксперты об этом говорят. Ну, на самом деле, есть понимание, что так и будет. Многие это там связывали действительно с вопросом приостановления помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. Но несмотря на то, что ныне уже принято решение, остался вопрос поставок, все равно бытует мнение, что этот месяц будет непростым и сложным. Вы тоже сегодня сказали, что действительно вот этот период такой сейчас достаточно не просто сложный, а он действительно достаточно в глобальном смысле непростой для украинских сил обороны. Сколько там, я не буду во временных отрезках озвучивать, сколько этот период может продолжаться, неделя, две или так далее, а возможно это считанные дни. Тут уже даже не в этом вопрос. С другой стороны, я бы хотела все-таки этот вопрос вам адресовать. Каковы сегодня главные задачи тогда стоят перед силами обороны Украины, перед вооруженными силами Украины до момента как раз поставок и боеприпасов, да, это чешская инициатива, о которой сегодня мы вспоминали, ну и тех видов военной помощи, да, военной номенклатуры, то, о чем мы сегодня говорили со стороны Соединенных Штатов Америки. Какова, по вашему мнению, сегодня главная задача на фронте для вооруженных сил Украины? Главная задача определена военным командованием, определена генеральным штабом Украины. Это задача обороны. Столько обороны на сегодняшней линии фронта, по возможности удержать ее. И, конечно же, после того, как появятся дополнительные ресурсы, будет ресурс, который будет позволять с меньшими рисками для жизни и здоровья украинских военных переходить к атакующим действиям на отдельных участках фронта, можно будет говорить о безгнании оккупантов с территории, с частей территории Украины на разных участках фронта от севера до юга. Поэтому сейчас мы можем говорить только об обороне, о большей или меньшей эффективности этой обороны. Понятно, что большая эффективность будет тогда, когда мы получим от наших партнеров те боеприпасы, которые позволяют эффективно бороться с живой силой. И не только боеприпасы для того, чтобы показать, что они у нас есть, а в достаточном количестве боеприпасов, позволяющие, опять же, работать по всем участкам фронта, по всем скоплениям врага. И, ну, здесь, да, здесь есть перспективы. Мы понимаем, что Украина работает намного точнее, чем работает россияне, у них другая философия, потому что они исходят из того, что у них несчастливое богатство, они могут себе позволять в безлимитном режиме работать, и они потом очень удивляются, когда оказывается, что безлимитный режим вдруг заканчивается. Мы понимаем, что мы уже на протяжении многих десятилетий и в учениях, и в бою работаем не по площадям, а по конкретным целям. И поэтому, конечно же, эффективность нашей работы, в том числе, соединенная с качеством европейского оружия, которое все более и более превалирует сейчас в балансе украинских вооружений, мы понимаем, что все это дает эффект, то, что даже меньшее количество боеприпасов, которые использует Украина, оно все равно более эффективно, чем то большое количество, которое использует Россия. Иван, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к эфиру телеканала Freedom. Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok